Ну здесь, конечно, сколько таких людей есть, если что-то хоть о каждом пятом пытаться сказать, то я не хватил. Но два слова о Владимира Сплавовича Макарея, который сидит рядом с Жуковым, конечно. Это 345-й полк, а Володя, помимо того, что был первым настоящим героем, хотя звезду не получил, но все-таки. 345-го полка, он, кстати, человек, который брал вот это, когда брали дворец Уамина, а он параллельно брал своими кулаками, буквально. Сначала не стреляя штаб ВСПВО афганское, это было самое главное объект. Ну вот, а потом он сделал, написал, собрал книгу, какую вы в жизни не видели. Поэтому я вам рекомендую, когда сейчас будет прерыв, эта песня последняя перед прерывом, подойти к Макарею, у него несколько дизайнеров есть. У кого руки сильные, она весит чуть ли не 5 килограмм. Может быть, он не даст, но все-таки. Прекрасная книга, вообще, как это кто-то пошутил. Было три великих полка, Семеновский, Преображенский и 345-й отдельный парашютный десантный полк. Вот песня об этом полку. Обними с друзьями боевыми, Фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми, 345-го полка. Мы с тобой остались рядовыми, 345-го полка. Как мы бы и молодым пограли, Как свистела пуля у виска, Как сверкало пламя, словно знамя, 345-го полка. И сверкало пламя, словно знамя, 345-го полка. От саланка и до бумяна Лезли мы по дробам в облака, Сквозь рассветы алые, как раны, 345-го полка. А рассветы алые, как раны, 345-го полка. Павшие поймут, надо наполчать, Мы сегодня выпили слегка, Слишком много горя за плечами, 345-го полка. Слишком много горя за плечами, 345-го полка. Но тех, кто предали нас ныне, Нас и все десантные войска, Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, И в Москву войдем наверняка, Как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую советскую столицу 345-го полка.